Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем поселке Кузоватого, что в сотни километрах от Ульяновска, превратилось в восьмилетний марафон. Из-за пресловутых финансовых проблем и пандемии стройку пришлось даже замораживать. Но глава района Александр Вильчик ни разу не отошел от своего плана. ФОК должен быть уникальным. Мы имеем, в принципе, сеть спортивных залов, но они сегодня позволяют проводить только лишь поселенческого уровня соревнования. Мы готовим сегодня площадку для проведения даже областных, а может быть и всероссийских соревнований. Два бассейна, несколько тренажерных залов и легкоатлетический манеж. Хоть и долго, но грандиозно. Тем не менее, строители выходят на финишную прямую. Отделка, электрика, монтаж лифтов и оборудование в бассейнах. Все это в ближайшее время. Пока же спортивная жизнь Кузоватого кипит в основном на районном стадионе, который, кстати, тоже планируют реконструировать уже в ближайшее время. Но главное, чтобы все было в движении, без пауз, без остановок точно. Где-то, если мяч неудобно, в два касания обрабатывайте. Делайте лишнее касание, третье. Останавливайте мяч, чтобы он у вас всегда был под контролем. Это не обычная тренировка местной футбольной команды Кузоватовского технологического техникума, а мастер-класс, который дают тренеры Ульяновской Волги. Десант областного проекта «Олимпийский патруль» высадился на стадионе. Параллельно с футболистами легкоатлеты учат юных кузоватовцев, как правильно ставить стопу при беге. Наталья Шагиева, пробежавшая в своей жизни несметное количество марафонов, говорит, что именно в районах, а не в городе, нужно искать достойную себе смену. Тут дети более выносливые, более терпеливые. Вот как раз это нам и нужно. Паралимпийскую часть «Олимпийского патруля» представляет борец греко-римского стиля Евгений Голованов. Его золотая медаль Паралимпиады – главная реликвия, держать которую в руках, уже прикоснуться к чему-то сверхъестественному. Но мастер-класс от самого борца по ценности не ниже всяких наград. Я для себя позвала новое, то, что есть еще, вот разные приемы. Мне понравилась лампочка и вот этот вот бросок, хотя мы этот бросок уже изучали. Официальная часть патруля традиционна. Награждение лучших спортсменов района, подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Минспорта, Олимпсоветом региона и районными властями, а также церемония передачи флага Олимпийского совета. От кузоватовцев его приняли жители Церенги. Именно там в следующий раз высадится десант проекта «Олимпийский патруль». Михаил Сашанский, Управда ТВ.